салем до стар всех приветствую на моем канале сегодня у нас реакция на видео под названием влог из астаны экспо и казахстанская карта ну что ж ребят без лишних слов приступаем всем коп рахмет всем большое спасибо за то что смотрите и поддерживаете подписывайтесь на канал прожимаете лайки и обязательно пишите ваше мнение в комментариях по итогу всего здесь увиденного и услышанного кстати вчера посмотрел фильм приговор по мотивам ну наверное нет это же не плат не продолжение черного двора нет конечно же это отдельный фильм история на реальных событиях по моему в 2008 году подростки захватили рово d если кто не в курсе и вот как раз таки на основе этой истории так или иначе сняли фильм приговор с главными героями сериала черный двор черный двор также как и мошенники все это я посмотрел реакция есть на бусте ссылка в описании и также реакция на фильм приговор тоже есть на бусте конечно это прерогатива отца батя бы с тобой так общался а старший сын жил бы своей жизнью а коль уж так случилось что батя нету теперь старший за батю и ты должен слушаться его как своего отца это блять не не счастливый случай выпал так старшему брату до встать на место отца отнюдь вот это очень классный ход в плане того что по ходу фильма нам показывают новые подробности то есть нам не сразу все это выдали или в конце да нам бы рассказали как оно было на самом деле а здесь такой как-то как сказать сценарий слишком мнение почему слишком наоборот очень круто круто продуманный и нам потихонечку по мере фильма ближе к концу да вот так вот все дозированными порциями дают расклад и в процессе просмотра как-то меняется в какой-то степени отношения к тому или иному персонажу нет есть общая база то что это вот эти вот движения блять так или иначе ни к чему хорошему не приведут но в какой-то степени та или иная симпатия ну как бы в кавычках да говорю симпатии к тому или иному персонажу то появляется то угасает прямо во время просмотра вследствие новых фактов которые открываются вот прям вот как здесь сейчас оказывается мало это блять сам допустил изначально да когда пытался его по сути убить когда он ехал на машине и выстрелил него но это конечно не умаляет того что он его застрелил это да блять чисто случайность вот мы сейчас видим мы понимаем что это чисто случайность опять же да помноженное на юношеский максимализм так ну что как то так это все выглядит а мы приступаем непосредственно к просмотру видео влог из астаны ехала всем привет я нахожусь сейчас в аэропорту и вот так мы начнем наш сегодняшний влог муж перестань на меня смотреть потому что я стесняюсь у меня появилась новая камера и с ней не так стремно снимать кстати говоря как с телефона я раскрепощаюсь и пытаюсь сделать для вас контент на более оперативном режиме ну тебе не кажется чтобы муж тебе не кажется что пора рассказать куда мы летим это сюрприз почему-то мне кажется что это казахстан да интересно откуда я это знаю а вообще очень круто когда муж и жена на одной волне делают общее дело в данном случае какие-то влоги записывают и что остается им пожелать только удачи конечно же ссылка на оригинальное видео в описании переходите поддерживайте ребят ша канада счастливого путешествия в казахстан хорошая вставка всем доброе утро из астаны мы встретились вчера с нашими друзьями будем жить у них соответственно и сегодня мы идем по делам а не просто как туристы развлекаемся потому что у нас есть цель сделать казахстанские карты конечно чтобы добывать косметику стало еще проще и приятнее по ценам погода здесь поразительно теплая особенно на контрасте с питером я сейчас иду в одной футболке сняла куртку и мне все еще жарко представляете ну и чтобы раздобыть соответственно казахстанские карты нам нужно сделать аналог российского и ннн собственно по этому делу мы сейчас и выдвинулись так ребят одно непонятно в какое время было это снято если это условно видео 22 года но вы поняли да связи с тем с теми самыми событиями тут все понятно а если это видео достаточно свежая то насколько я понимаю сейчас очень промыли проблематично россия нам сделать казахстанские банковские карты очень проблематично не то что было условно в двадцать втором году в казахстане называется индивидуальный идентификационный номер он нужен для получения любых цифровых государственных услуг в казахстане на эту услугу мы потратили минут 20 при том что была небольшая очередь и получали и мы двое с точки зрения бюрократии процесс налажен просто на все сто после того как дело было сделано мы отправились изучать ботанический сад астаны короче у не все получилось да так как астана молодой город это буквально самый молодой город в котором я когда-либо была если кто не знал только в 97 году столицу казахстана перенесли из алматы в город астана соответственно ботанический сад пока что не дозрел не до роста того возраста в котором он мог бы нас впечатлить но тем не менее он все равно выглядит довольно ухоженным зеленым и конечно у него есть потенциал особенно учитывая то что сам ботанический сад открылся только в 2018 году сами понимаете это абсолютное ничто для парка такого размаха ну и конечно уверенно летом там намного красивее набив свои оголодавшие пузики моббинались дальше чтобы изучать центр города на центр конечно крутой все так футуристично необычно вот так вот смотрю и вспоминаю не некоторые другие подобные видео где говорили что центр абсолютно безлюден просто невероятного размера просторы площади высотки и ни одной души да ну нет вот же люди гуляют как бы может быть не то время выбирали для съемок и добрались до хан шатыра хан шатыр это крупный торгово-развлекательный центр но не это его главная особенность главная особенность состоит в том как он построен он выглядит как шатер собственно шатром он является и не просто шатром а самым большим шатром мире он даже вошел в книгу рекордов гиннеса здесь можно не только пошопиться но и позалипать на причудливую форму сооружения а также провести время на аттракционов один из них я пробовала лично как раз его вы можете сейчас видеть на экране это монорельс монорельс внутри торгового центра я такого еще нигде не видела конечно же я сразу захотела попробовать ну я думаю вот этот вот аттракцион который стоит посередине да такой столб куда садишься и тебя потихонечку наверх поднимает потом ты резко вниз падаешь и тормозишь внутри здания наверное тоже такого нигде нету а еще и внутри самого большого шатра в мире так точно да это прям уникальные аттракционы ну как бы очевидно здесь все его и еще хотел бы отметить конечно вот в принципе людей видно что подготовились дан но которые ведут этот влог делали эту запись то есть они я так понимаю впервые в казахстане в астане записывают ролик где-то что-то почитали нарыли информации сейчас нам выдают тем самым занимаются просветительской в том числе деятельностью и популяризируют казахстан и астану столицу казахстана ребят ну сколько плюсов да ребят давайте за это прожмем лайк и напишем какой нибудь комментарий кстати вот впервые подобное видео до этого никто такое не записывал из-за влогов других путешественников мне ну это да это прям необычно всем привет из второго дня в астане и к сожалению сегодня астана нас не радует своей погодой если вчера мы еще гуляли в футболках было супер жарко комфортно на улице ну и в целом очень такая приятная погода солнечная все было зеленая яркая под солнечными прямыми лучами непосредственно то сегодня это плюс шесть это просто продирающий до костей ветер к сожалению свой день сегодня мы начали с того что обходили всяческие банки в поисках того самого который может нам открыть карту непосредственно для всяческих путешествий и все закончилось никем мы обошли три банка и ни один из них сегодня не захотел нас порадовать к сожалению для одного банка у нас недостаточно документов для другого банка в принципе нет возможности открыть карту для нерезидентов казахстана вот мы в третьем банке просто что-то сломалось а это был тот банк на который мы возлагали наибольшее количество надежд и ожиданий но мы не теряем пока что ни каких-то филиалов потому что есть шанс что мы успеем все-таки сделать когда все починится держите за нас пальчики вчера мы прошли примерно 16 километров думаю это заметно по количеству отснятого материала ну а сегодня будет такой chill out day потому что просто очень холодно ветер здесь просто продирает до костей буквально невозможно находиться на улице очень долго несмотря на то что здесь по не минус но во первых на контрасте после супер солнечный и теплой погоды это ощущается хуже чем если бы так было когда мы приехали ну и во вторых здесь конечно же решает ветер как я уже сказала так что сегодняшний остаток дня мы проведем сидя за настолками с друзьями за душевными разговорами благо на астану мы специально выделили больше времени чем обычно выделяем на город для путешествий так астана я думал они в такси поедут в какое-нибудь знаковое место где можно что-то поснимать ну покушать в том числе и поснимать какие-нибудь национальные блюда и так далее это отличная погода за окном чтобы как раз таки посетить какое-нибудь интересное место забавно что здесь не упомянули про астану как самую стал самую с холодную столицу в мире после улан-батора есть не ошибаюсь то что за приколы почему в ночь на 1 мая у нас лежит снег что такое что за шутки зачем это выпало зачем и почему как вам снег 1 мая я в шоке так ребят ну ну это невероятная редкость особенно в средней полосе россии снег 1 мая видеть напишите у вас как там с этим или это уже в норме в порядке вещей ну сейчас я обращаюсь прежде всего к жителям астаны и близлежащих районов ну блин 1 мая снег это конечно сильно этот день был посвящен президентскому центру его окрестностям и окрестностям того места около которого мы жили но это моя личная боль и в прямом смысле и в переносном именно эти кроссовки стали виновниками того что я не могла долго ходить а в какой-то момент и просто передвигаться по городу потому что эти засранцы так мне изорвали ноги что я поняла дальше нам с ними не по пути хотя но в принципе по внешнему виду и видно что ничего хорошего они ногам не сделают а еще и изнутри неудобные но это конечно жесть какое-то время я все еще продолжала надеяться и верить что нужно их просто разносить но походу они просто решили меня убить и начали с ног кроссовки решили ноги разноситься они ноги кроссовки бэр бэр как дела хорошо внезапно привет из дома и этот день точнее его часть мы решили посвятить снова хождению по банкам и о чудо в одном из них нам крупно повезло всего 15 минут и карта наша получилось а у и но скажу честно радостью что за банк карта наша получилось каспи каспи да каспи значит так ребят секундочку а интересно какого года это видео два дня назад два дня назад видео выложено то есть делаем вывод что вполне можно карточку завести каспи голда а я думал это все это практически невозможно интересная информация но скажу честно радости у нас это не вызвало какой-то большой потому что эта карта это знаете ли запасной вариант потому что она выпускается только в тенге только в одной валюте и соответственно нам бы пришлось потерять немного денег при двойной конвертации но это лучше чем ничего однозначно с карты банка на которую мы возлагали наибольшее количество надежд это карта freedom банка так ничего и не клеилась у них сломалось оборудование в астане и она планировала починиться только к следующей неделе когда мы уже улетим из астаны это были майские праздники поэтому рабочих дней оставалось не так уж много но все-таки мы не теряли надежды сделать свою карту в алматы остаток дня мы планировали провести на выставке экспы и ее окрестностях но погода стремительно портилась темнело и было решено провести время за шопингом и в кино мы ходили на министерство нет джентльменских дел она еще тогда не вышло в россии и ой это прекрасное чувство когда ты идешь кино на русском языке одновременно с мировым прокатом да ребят мы подобное уже забыли если честно ну я и забыл когда последний раз ходил в кино ребят все фильмы я смотрю в формате реакция на моем бусте ссылка в описании там каждый день выходят видео а то и по два по по три разных видео крайний фильм который я посмотрел это фильм приговор казахстанский фильм 2024 года как я уже сказал в самом начале фильм конечно очень крутой но невероятно жесткий просто до нельзя этот день выдался максимально продуктивным и наконец-то добрались до экспы и погуляли и в его окрестностях и соответственно сходили на выставку классное видео получилось в целом вот сейчас вот так смотришь понимаешь чтобы легкая информативная яркие кадры камера новая да у молодых людей действительно вывозит делает крутую картинку хотелось бы узнать что за камера в казахстане в 2017 году и был посвящен альтернативным источником энергии с тех пор сфера стала точкой притяжения для туристов но наравне с содержимом сферы мне также понравилось гулять и вокруг да очень круто блин невероятные локации все так футуристично блин такой объект это желаемое место притяжения для туристов в любом городе но посмотрите ребят я просто ревод смотрю и помню те комментарии которые писали казахстанцы под видео другое видео было тоже про экспо и там что-то порядка семнадцати миллиардов тенге что ли было потрачено и если я ошибся поправьте меня в комментариях мол зачем это надо было лучше эти деньги раздать всем условно как то так ребят если 17 миллиардов тенге раздать всем во первых это будет по чуть-чуть и во-вторых материальное ваше положение не улучшится уж точно абсолютно деньги будут успешно потрачены а вы как были на том месте на котором вы находитесь сейчас каждый на своем на естественно вот так и будете на нем оставаться а в астане в столице не появилось бы такого места протяжения опять же для туристов это в свое время в 2017 году был невероятный центр протяжения для для людей со всего мира которые съехались на экспо 2017 это же узнаваемость страны повышение значимости узнаваемости бренда казахстана и так далее и тому подобное ребят я лично вижу в этом только плюсы невероятное количество плюсов я прям искренне удивляюсь всем комментариям которые вот ну пишут мол блин зачем на такое деньги тратить перестаньте ребят просто порадуйтесь это одно из тех мест куда людям хочется приезжать понимаете в том числе и туристам туристы едут оставляя свои деньги так или иначе это деньги идут в бюджет города страны и так далее там подобное на каждом уровне сферы представлено одно направление энергетики космос солнце ветер биомассы вода и кинетическая энергия ну а последний уровень с которого и рекомендуют начать знакомство показал астану будущего такой как веностанет 2050 году а также уже что нибудь делается находится смотровая площадка и уменьшенные копии достопримечательностей города на выставке представлено очень много интерактивных экспонатов с которыми можно взаимодействовать но к сожалению большая часть из них была сломана либо не работала либо работала не так как надо красавица добро пожаловать на восьмой этаж меня зовут балашак что означает будущее на этом этаже вы можете ознакомиться с перспективы развития столицы казахстана если бы на этой выставке работала абсолютно все так как она задумывалась я бы поставила не сомневаясь 10 из 10 но при таком раскладе только 9 тем не менее блин ребята в чем дело дело в том что наверное уже 7 лет до прошло с 2017 года на дворе 24 7 лет прошло и ну делаем вывод что наверное как-то не следят что ли или должным образом не следят за теми конструкциями теми механизмами которые были представлены в семнадцатом году на этой выставке или в чем дело почему почему вот человек говорит что там что-то сломано почему она сломана блин это надо как-то поддерживать это же ну опять же международное лицо казахстана в том числе конечно это может быть немножко громко и пафосно звучит но все же в этом что-то есть определенное экспо мне принес кучу положительных эмоций и наверное это один из самых запоминающихся дней в астане не ну круто круто все сделано битва робота да с детьми ребятами с пацанами побывать здесь боги будут просто дети да и взрослые тоже блин это одно из лучших видео с экспо 2017 которое я когда-либо смотрел у этих ребят прям у этих ребят получилось заснять и передать невероятную атмосферу такого некого будущего к которому мы стремимся и которая нам только снится надеюсь что она в реале тоже случится конечно надеюсь мы составим эти времена а то когда идут когда идут После такой поистине космической вылазки Мы решили направиться в центральную мечеть Астаны Также известная как Голубая мечеть До мечети казалось, что буквально рукой подать Но это большой обман Астаны Из-за того, что город новый Абсолютно ничего не было застроено буквально каких-то 20 лет назад на левобережье Земли было много, она стоила недорого И поэтому все строится с большим размахом С огромным, я бы сказала Собственно, такой принцип застройки и обуславливает постоянные ветра Очень много пустых площадей и очень неплотная застройка Ну а я предлагаю вам посмотреть на центральную мечеть моими глазами Огромная, конечно, просто огромная Но это же не самая большая мечеть, да, в Центральной Азии Блин, а где эти люди? Реально, а где все люди? Не, ну правда, такие огромные пространства Такая, я не знаю, как это правильно называется Какая-то площадь или что Но ни одного человека Это вызывает вопросы, ну, где люди, да И в тот же момент какое-то такое спокойствие, умиротворение И величие, опять же, да, от ощущения такой некой монументальности строения Ай, погодите, ё, так это же и есть самая большая мечеть в Центральной Азии Это же она и есть, да, судя по этому огромной, этой огромной люстре, которая мелькала в кадре Это же, эта мечеть и есть, я ее перепутал Да, исполинские, конечно, масштабы И еще, ребят, я вот смотрю и понимаю, что как же круто, что туда пускают туристов Любое вероисповедание, да, если так правильно сказать С камерами Ну, конечно, там женщина с покрытой головой Наверное, в шортах туда нельзя, скорее всего Но это не точно, ребят, напишите в комментариях Вот если лето, жара, турист туда в шортах может зайти Скорее всего, нет, да Очень круто, что туда в целом пускают туристов и позволяют им снимать И посредством этого мы вот видим такие чудесные, великолепные, замечательные кадры Ну, опять же, да, это большая заслуга непосредственно этих людей, которые ведут этот влог Напоминаю, ссылка на оригинальное видео в описании Переходите, поддерживайте ребят У них очень круто удается передать, ну, такую некую атмосферу Того или иного места, где они присутствуют Вот я вот сейчас смотрю на эту мечеть гигантскую И прямо какое-то, опять же, спокойствие, умиротворение и восхищение Какая высота минаретов, ребят? По-моему, метров сто, да? Или около того Ну, может, чуть поменьше Следующий день был ознаменован днем парков Парков в Астане очень много Все они большие, просторные Но мне кажется, что очень много людей встретить в парке практически нереально Ну и в целом население Астаны составляет всего лишь 1 миллион человек Для сравнения, население Москвы 13 миллионов А население Петербурга 7 При этом сам по себе город огромный Это видно и по расстояниям от одной достопримечательности до другой Ну и, соответственно, по карте Ну и, конечно же, с высоты В этот день мы посмотрели на город с колеса обозрения У меня в памяти отложилось, как будто бы Астана Это такая заготовка города И лет через 20-30 это будет прям полноценный шикарный мегаполис Но пока что мне кажется, что небольшое количество людей стремится там жить Сами казачьи, с которыми мы общались, говорили, что Астана это город для работы А вот Алматы для жизни И в целом я с ними очень даже согласна Ну а почему вы увидите во второй части этого влога? Если, конечно же... Как-то и грустно в том числе, да? Астана для работы, а Алматы для жизни Притом расстояние это не маленькое между двумя городами И что ж, получается, в Астане люди не живут, что ли? Только работают, только за деньгами туда едут Так, что ли, получается? Блин, как-то от этого немножко грустно Я думаю, астанчане в комментариях мне напишут, конечно же, что это не так Я уверен Но и с другой стороны, да, я уже знаю, что Алматы Ну, бывшая столица, да, это центр притяжения всех людей Которые неординарные, культурно развитые в плане того, что они чем-то занимаются Там актеры, певцы, художники и так далее и там подобное Все фильмы снимают столько в Алматы По-моему, в Астане крайне редко что-то снимают То есть все там Весь вот такой культурный центр это Алматы Ну, грустно, грустно, конечно, такое слышать с другой стороны Как же вам понравится это? Ну и также в этот день я попробовала для себя нечто очень необычное То, что я пробовала первый раз в жизни Ну, боже, в каком же восторге я осталась Что по ценам? Цена бы еще узнать Я говорю сейчас про картинг Это супер какое-то необычное развлечение Для меня ток, на что я вообще никогда не смотрела Но как же мне понравилось И я теперь хочу постоянно ходить в картинг Это очень весело, хотя и немного потом болят руки Ну и мой стиль вождения Это стиль вождения какого-нибудь безумного Макса Хотя со стороны так и не скажешь Кажется, что машинки передвигаются Как на обычном детском аттракционе С очень медленной скоростью Но когда ты сидишь внутри этой машинки Так не кажется абсолютно Не, ну медленно Со стороны кажется, что медленно Можно побыстрее После такого выброса адреналина Нужно немножечко почилить Ну а это мои спасители Это кроксы И да, видимо, это уже старость Когда ты понимаешь, что самая удобная обувь Не важно, как она выглядит Она лучше всего С кроксами у меня буквально Открыли второе дыхание Да, это она и есть Я была готова ходить в три раза больше Красиво По пути мы наткнулись на корейский сад Это прилегающий к президентскому парку Небольшой, но красивый действительно сад Подарок Казахстану от Южной Кореи Символизирующий дружбу двух стран Очень аутентично И наконец мы попали в самый красивый парк Астаны По моему скромному мнению Президентский парк ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но позабыли, насколько же это здорово Ну а вас я благодарю за просмотр Если вам понравилось это видео То пожалуйста Так, ладно ребят, видео на этом заканчивается Еще раз повторюсь, третий раз Ссылка на оригинальное видео в описании Все понравилось Получил истинное удовольствие от просмотра Опять же повторюсь У людей очень круто получилось Передать атмосферу И не важно где они были Или в торговом центре Или в мечети, или в парке Все очень круто Как-то так прям Лаконично И вызывает безусловный интерес При просмотре И желание там побывать Конечно же, конечно же Пишите ваше мнение в комментариях Кто не подписался на канал Подписывайтесь Также подписывайтесь на мой бусте Ссылка в описании Там очень много Реакций на фильмы и сериалы Кто никогда не смотрел Фильмы и сериалы В формате реакции И думает, что это какая-то чушь Ребят, я вас уверяю Это очень интересно Подписчики, как говорится Не дадут соврать А на этом все Всем пока Удачи До встречи